Всем привет дорогие друзья меня зовут Дмитрий и мы с тобой продолжаем смотреть ваши повторы да в игре n лист ребят пока я сам не играю в неё я отдыхаю немножко отдыхает не и мне хватает ваших ребят повторов когда я ваши повторы смотрю как будто сам играю понимаете и у самого начинает жопу пригорать у меня даже от просмотров пригорает жопа так что мне хватает сегодня у нас с тобой будет реплей от юра на 42 рус по моему если не ошибаюсь березовая роща ребят 14 минут играет он здесь за немцев вот извинялся говорил про то что извини что за немцев там ничего там ты рыбы да мне все равно за кого там играете на самом деле я просто хочу посмотреть интересный геймплей вот я просто хочу ребят посмотреть интересный геймплей какой-нибудь что не то кнопки все путаю давайте ждем ждем пока все подгрузится о чем я все зависло вот че не говорим сюда его так дожди а я а все я я не туда нажимаю ребят ждем проматываем вот бой 14 минут нормально нормально пойдем смотреть юран 42 смотрим за юраном захват трех точек как видите захват трех точек бежит он значит у нас огнесмесью закидывает прокидывать чтобы ее взять видимо под контроль нет не решил или он кинул я не видел ты видел я ничего не видел опять не имбовые огнеметчики ребят ни в коем случае так что-то настреливает что-то настрелит тот скажет а что-то от первого лица вот так вот не показываешь типа как игра чтобы немножко побольше ребят видеть когда ты смотришь от третьего лица ты немножко видишь больше чем остальные заходит смотрит никого нету держит . но понимает что где-то еще есть пошло меньше захват точки идет его кто-то чпок ну кто он его чпок ну я не понял а вот этот чпок ну на вот такие вот пироги так на юране сидим да главное знать что мы на юране сидим вот если что я на вас ребят сижу . он захватил не без помощи союзников опять же говоря на точке кто-то есть выглядывает из-за угла там вот сверху совета но он пытается пролезть сюда непонятно кстати говоря куда он идет к точке c а он к респаун да я сказал респаун нашел уничтожил понятно я просто думаю ну там точки нет куда он идет просто посмотреть вот тут совета сейчас он выходит на советов видит одного решает второго решает третьего тоже решает здесь никого нету он это понимает и сидит на точке он ах и он решил видимо выбрал тактику то что он будет контролить b да видим он выбрал такую тактику осматривается никого не видит решает проверить на избушку да нет нет я думал избушку на на респаун так он слышит что здесь кто-то есть или не слышит или это я чё-то другой слышал я чё-то другой слышала но короче он решил тактику избрать охранять б охраняет б взял другое оружие зря ты его взял это говно dp-27 за это его взял так там идут и там идут так но они там пробегают я бы на месте его либо шел бы на цели бы на а ну на айки без лук я вышел бы перекрывать c я бы шел перекрывать c ему в аптечку применить было бы неплохо кстати говоря грамотно играет на самом деле он qe тоже прожимает да но он не без лук вот это qe прожимает когда нахрен это не надо он выглядывает из-за углов грамотно так вот что там ведь так подстреливает вот здесь да здесь нужно аккуратненько вот так вот подстреливать когда ты лежишь за за деревом или с каким-то объектом вот этот нормальный знаете такой геймплейчик он видит то что зашли за . понятное дело он всех забирает боты конечно же здесь филигранные они его сразу же пытаются найти но у них ничего не получается потому что они слепы а кого а я думал по кому там стрелять давайте от первого лица посмотрим немножечко чё у нас он понимает опять же он видит то что захват . идет здесь кто-то так чекает углы замечательно принципе все тактично как я учил понимаешь и по-любому учился у меня в любом учился у меня по-другому никак чё-то видим там с кем-то общается когда так дергает видимо чем-то волен непонятно чем дергал чё-то непонятно открывает закрывает дверь балуется дома мамка не разрешает дверями болот здесь побалуется вообще на самом деле в этом есть плюс в чем фишку вам расскажу ребят вот когда вот так дверь открыт вас боты видеть ты закрываешь бота тебя теряют и они сразу отворачиваются ты потом открываешь резко дверь опять и они тебя уже не видят то есть ты у них закрыт то есть они на тебя больше не ригер то есть боты не стреляют закрытой двери то есть ты дверь открыл боты работам пострелял закрыл вот они реагируют на тебя они отворачиваются они переключаются другую цель вам открываешь дверь опять стреляешь здесь вот такие тупые будут в принципе в любой игре такие будут вот я был в нот на его месте уже говорю я бы пошел на c потому что понятно дело b под контролем на b никого нету нужно продавливать цели бы по крайней мере родную точку забирать то есть а то есть но это надо делать он не делает то есть ну понятно дело вероятностью они всрут я не знаю ребят конец честно говорю я не знаю что в конце вот он пытается контролировать хотя с другой стороны ему бы уйти на другую точку да но здесь он один да путь не он не здесь ни один он то здесь еще один чувак сидит на этой точке он не один принципе он может рвануть на а перехватить хотя там есть да там пошел захват c у них пошел захват c тот перехват и там видимо долго они не продержатся их там раз и туды ну сверху ну видно что не профессионал конечно видно что ему еще учиться учиться да вот но в принципе играет грамотно мать отыгрывает правильную роль то есть не просто бежит там мы там как бешеный там qe qe нажимает непонятно зачем непонятно чтобы киллов побольше набить он ставить себе цели знаете я вот не понимаю и буду про это миллион раз говорить почему разработчики именно за победу и за проигрыш все-таки они как-то не акцентируют внимание разработчики на победе проигрыш и потому что вот здесь в принципе здесь набирает больше очков в конце боя тут кто больше настрелял фрагов никто выиграл или проиграл а кто именно фрагов просто настрелял то есть я считаю это неправильно то есть я Я считаю, им надо акцентировать внимание именно на победе, чтобы у игроков была цель победить. И тогда будет соревновательный дух. Вот, к примеру, возьмем игру знаменитую, КС. Да, КС-очка, все знают. Кстати говоря, странно то, что его бот не заметил. И вот этого странно то, что не заметил. Да. Вот, возьмем игру КС, к примеру, да. Там ведь не бегают ребята, киберспортсмены, вот кто киберспортсмены в КС, они ведь, у них нет задачи настреливать киллов, правильно? У них нет задачи того, чтобы за бой сделать 20-30 киллов. У них задача победить. Ну, то есть заложить бомбу и ее взорвать. Либо наоборот, прийти на плент и разминировать. Да, то есть у них... А что, он за кем бегает? А, я думал он это, бегает за кем-то, я не пойму. Ну, а вот, то есть, вот в чем, понимаете, там именно разработчики КС-очки заложили основу в то, что нужно именно победить в бою. Не просто настрелять киллы, а именно победить. Заметьте, грамотно довольно-таки идет. То есть, видите, проглядывает, просматривает здесь, сюда, проглядывает. То есть, наблюдает. Там, правда, никого нет, но непонятно, куда он смотрит. Я бы, я уже говорил, я бы на самом деле на его месте бы пошел бы, сначала бы взял бы А, видя то, что и А, и С. Он решил пообщаться со своим коллегой. Возможно, он что-то объясняет. Возможно, разглядывает пиксель. Возможно, он влюблен. Ну, это знаете. Я не знаю, с чем он его разглядывает. В общем, смысл в том, что они проигрывают. И проигрывают, в принципе, по глупой причине. Я бы на его месте пошел бы на А, А бы отбили и пошел бы на С. Они бы уже на А бы не прошли бы тогда, получается. То есть, им пришлось бы тут, ну, варьировать. Потому что на Б, смотрите, вообще практически никто не идет, но он сидит все равно на Б. То есть, я не понимаю, зачем он сидит на Б. Давайте, давайте поставим... Подождите. Он тут их забрал. Давайте поставим на паузу, ребят. Давайте поставим на паузу. И слетаем свободной камерой. Полетим, посмотрим, что же творится. Сколько там до конца? Еще 5 минут. Давайте посмотрим, что же у них творится на... А можно ускориться как-то? Нет, нельзя. Почему я и говорю? То, что ему надо было бы выдвигаться на Б. Ой, на Б, на С. То есть, на С, либо на А. Потому что здесь вот творится вот что. То есть, здесь игроки, да, вот они стоят, пожалуйста. Здесь даже респаун есть. Их респаун-то? Или это советский? Нет, это немецкий. Или советский, ребят? Нет, это немецкий. По фляжкам узнаю. По фляжкам узнаю немецкий. Вот, короче говоря, или это советский. Ну, у нас тоже потом такие фляжки были. Ладно, ну, фляжки немецкие. Вот, ну, короче говоря, Сета надо отбивать, правильно? А тоже под абордажем получается. Давайте мы включим. То есть, здесь-то что происходит у нас? У нас здесь жопа происходит. Понимаете? В принципе, Сета можно захватить. Здесь врага-то и нету. Кстати, я звуки слышу того игрока. Ну, то есть, Юрасика. То есть, нету здесь никого, ребят. Здесь на С нету никого. Здесь можно прийти и свободно захватить. Они где-то все, короче, на А. Да, они видите, где бегают? Видите? Вот они бегут. Они бегут откуда-то отсюда. Они где-то здесь поставили хитрожопый респаун. Где-то. И где-то здесь бегают. Они защищают. Именно, видите? Они именно эту позицию защищают. Я как призрак, знаете? Призрак Энлиста, да, ребят, летаю. Видите? А здесь чувак-то один. На А? Блин. Нельзя 360, ребят, вращаться. Прикиньте. Блин, все, нельзя вправо больше вращаться. И в эту сторону больше нельзя. Алло. Алло. Товарищи разработчики, сделайте камеру, чтобы 360 свободно вращался. Вы что? Почему я 360 не могу? Все, влево больше не ворочается. Вправо. Вправо тоже больше не ворочается. Да, видите? Настрел происходит. То, что вот это тоже странно, потому что свободная эта камера, а какие-то настрелы происходят. В общем, непонятно. Там вообще он один чувак, вон там бегает, ходит. То есть непонятно. А-то никто, по сути, и не берет. И С-то у них свободная. То есть, в принципе, можно было бы... Можно было бы, в принципе, выиграть. Можно было бы. Я не знаю, почему они так решили. Ну да, защищает Б. Но я бы лучше пошел бы на А и на С, потому что там... Выгодней. То есть там, по крайней мере, ты две между двумя точками близко можешь бегать. А между ними там удаленность буквально 50 метров. Ну, захватит они эту Б. Да и насрать на нее. На эту Б. У вас бы две точки было под контролем. Да, он здесь настреляет киллов. Да, он здесь настреляет. Он же, кстати говоря, 3000 опыта набрал. И заметьте, кстати говоря, они играют 5 на 5 практически. То есть, 5 на 5 живых игроков. 5 на 5 живых игроков, да, получается? Ну да. То есть, боты, по сути, игра происходит боты против ботов, ребят. Взял он снайперку. Я не знаю, насколько снайперка выгодно идут. Не умеет он стрелять. Да, не умеет он стрелять и снайперки на ближней дистанции без прицела. Я учил, кстати говоря, в своих роликах, ребят, как стрелять и снайперки на ближней дистанции без прицела. Вот. Если кому-то интересно, да, можно посмотреть. Во всех видео. Кто скажет, а в каком это видео? Во всех видео, ребят. Везде, где я за снайпер играю, во всех видео. Бот его не видит. Он просто берет и избивает бедного бота. Я бы здесь от бедра. Видите, он прицеливается. Знаете, почему? Потому что ему от бедра неудобно стрелять. Он, то есть, не понимает именно немножко, как стрелять от бедра и снайперки. Из бедра и снайперки стреляют все очень просто. Ты берешь центр экрана у себя, ищешь центр монитора и стреляешь в эту точку. Все. Все, вот так вот ты и стреляешь. Ничего здесь сложного нету. Можно, в принципе, пробовать. Тем более на ближней дистанции, в принципе, там ваншот. Практически. Ну, когда как. Конечно, не стопроцентный, но... Но ваншот. Никого там не видно. Огнеметчик там у них пришел. Все, у них тут, да. Но он ничего не сделал. Да, его сожгут. Больно близко. И здесь этот сожгут. Все, в жопу. Все, ребят, жопка. Жопка, жопка. Он перебинтовывается. Блин, охренеть, я закрутился. Почему-то, вот я не знаю, почему, ребят. Короче, вот, я кручу, и все. Я вот дальше не могу крутить. Вот кручу, 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 кручу. И закрутился. Все, я дальше не могу крутить. То есть такое ощущение, знаете, как бутылка. Как будто я на бутылке, блин, резьбу закручиваю, ребят. Как будто меня на бутылку посадили в этой игре. То есть почему-то, ну, во всех играх, если ты наблюдаешь за кем, там 360, можешь крутиться сколько угодно. А здесь почему-то какое-то ограничение действует. То есть для чего? То есть для чего оно нужно? Наоборот, нужно 360, чтобы дому крутиться, крутиться, крутиться. Что, ждем? Помер ли? Юрайсик помер у нас. А, все, поражение, ребят. Ну, вот такая вот катка. Я успел? Нет, не успел. Вот, в принципе, по статистике, ладно. Я хотел статическу там посмотреть. Ну, в принципе, статистику мы там видели. Статистика была такова, что, в принципе, они играли 5 на 5 где-то, там остальные боты. Вот. Ну, в принципе, они могли выиграть, ребят. Ничего сложного не было. Я уже сказал, да, свое мнение, то, что надо было переходить на А и С. Ему не надо было Б держать. Тем более там сидеть. Я понимаю, если бы там наплыв прям шел врага большой, ну, потерял бы он Б. Зато бы А взял под контроль и С. То есть это лучше. Лучше две точки под контролем держать, и враг бы проиграл бы. Да и там бы замес больше был бы. Тем более, он, наверное, видел, я не знаю, он там на тап нажимал, он видел, он понимал, что там игроки, так сказать, не очень или нет. Не знаю, непонятно. Вот. Вот такие, ребята, пироги. Да, вот такая вот каточка была. Почему-то мне опыта не дали, не понял. Я целую катку сыграл. Почему мне опыта не дали? Я же смотрел катку. Дайте мне опыт. Немножко Москву дайте прокачать, дайте прокачать. 34-й левел надо прокачивать, ребят. Не дают мне опыта за просмотры, к сожалению, ребят. Вот такие пироги, да. Вот. Ссылочка, ребята, в описании будет, кто хочет попробовать в игру поиграть, а также как Юрайсик понагибать. Вот. Ссылочка будет в описании. Оставляйте свои карты в комментариях. Обязательно посмотрим. Я рандомно выбираю некоторые. Вот. Некоторые рандомно смотрим. Вот. Вы там уже накидали, в принципе, ну, с десяток, наверное. Уже с десяток каток там есть. Уже накидали все. Вот. Может быть, мы как-нибудь серию сделаем. Чисто посмотрим рандома какого-нибудь из моих друзей. Какого-нибудь рандома возьмем просто наугад. И просто посмотрим. Да. Не знаю кого. Кого-нибудь ткнем вот так. Вот я просто закрою глаза, ребята. Я просто вот так закрою. Буду крутить, крутить, крутить. Потом оп, вот этот. Вот. И вот этого будем смотреть. Хотя тут они все мертвые у меня, друзья. Ну, в смысле, не в том смысле. Слушай, мертвы, а то, что не играют. Можно, в принципе, вот так вот будет. Знаете, вот так вот. Вверх-вниз, вверх-вниз. Вот так глаза закрою. Вот так вот. Оп. Ну, значит, первый хренорез будет. Вот. Или вот так вот. Раз-раз. Оп, камаз. Или вот так вот, да. Ну, что-нибудь придумаем, да. Может быть, рандомненько посмотреть. Вот. Увидеть с того уже в следующей серии. Обязательно будет. Возможно, сам сыграю. А может, нет. Всем до встречи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok